ну ребята вот посмотрите кто нарисован но дама бежит к парню этот прыгает она ну куда же ты ну зачем по шопингу шопы честно говоря такой себе скала и прям на скале дома прям вот на обрыве построена не знаю было бы вам страшно вот так вот жить гранаты висят видеть на этом дереве гранатовое дерево прикольно всякие разные заборы там тоже много где такие всякие стрит арт вызвали яндекс такси я привязал зарубежную карту карту казахского банка все у меня сработало традиционная грузинская кухня грузия где находится южный кавказ на стыке восточной европы и западной азии одновременно на восточном побережье черного моря и на южных склонах кавказских гор грузия граничит с россией азербайджаном армении и турции с россией у грузии самая протяженная граница почти 900 километров тбилиси самый крупный грузинский город здесь проживает 1 миллион 200 тысяч человек а это почти треть всего населения грузии мы оставались в отеле тифлис и интересно что именно так раньше называли тбилиси многих желающих приехать тбилиси интересует а как вообще сейчас обстоят дела с туризмом грузии прекрасно вот вам некоторая статистика за первое полугодие 2024 грузию посетила 2 миллиона туристов половина из них приходится на туристов из россии и турции и мы с вами понимаем что туристы из турции также могут быть гражданами рф ежедневно между россией и грузией осуществляется около 40 рейсов около 10 приходится на москву самом тбилиси очень много объявлений о поездках во владикавказ на машине и кстати отсюда тоже можно уехать во владикавказ тоже машины стоят с объявления владикавказ ближайший крупный город россии до которого 200 километров от тбилиси основная часть маршрута проходит через живописный военно-грузинский тракт пересекающий кавказские горы откуда появилось название столицы грузии само поселение тбилиси было известно еще в четвертом столетии слово тбили означает теплый название связано с теплыми серными источниками которые были на этой территории в историческом центре города при раскопках обнаружили термальные бани 1 2 веков их бассейны были выложены мозаикой а еще здесь была развитая по тем меркам система керамических труб меня зовут егор еремеев вы на моем одноименном канале где путешествую по городам и странам погружаясь в местную жизнь культуру и историю знакомлю с местными достопримечательностями пытаюсь найти идеальный для жизни город и как вы уже могли догадаться сегодня мы отправимся в путешествие по тбилиси палац тбилиси замок тбилиси комната принципе на нас двоих здесь все достаточно неплохо умеется кофе у нас кофе растворимый есть но это наверное такой один из минусов барчик барчик есть но пивка в нем нет поэтому выходной выходной у нас задался между прочим а знаете почему потому что вчера мы приехали и и выбирали мы отель по какому принципу он самом центре это первое мы поднимемся наверх там обалденная терраса вечером просто с бокальчиком посидеть обалденно и еще здесь тоже террасы мне кажется терраса по размеру такая же как и номер что тоже очень круто посмотрите какая красота там сразу же парк дальше церковь здесь замок а вот там написано титлес и там терраса это само здание вообще прикольно прикольно стильненько немножко вот да вот это портит картину но я надеюсь что скоро закончат и вот сразу выходит сразу видите здесь парк такой зелененький лавочки аккуратненько раз уж мы начали про название с названием страны грузия тоже выходит интересно на русском она звучит как грузия на грузинском сакартвелла на армянском врастан а на английском джорджа почему так собственно грузинская сакартвелла буквально значит страна картвелла карт ли это одна из основных историко-географических областей грузии что касается английского и русского названий то считается что это видоизмененная гурджан или гурза которые пришли из арабо-персидских языков персидская гуджистан можно перевести как страна волков в армянском такое название был дано так как врастан это буквально верхняя страна гранату на деревне может сразу вот тут точно будет натуральный натуральный сок гранатовый во дворе гранат растет раз улочка такая здесь улочка и вот дом такой конечно очень прикольные такие дома то мы идем от нашего отеля по улочке здесь просто один на одном ресторанчики вот всякие сувенирчики соки разные фрешики террасы уличной кафушки а кофе делать хорошо первый лайфхак по деньгам по обменникам мы поменяли 100 долларов в аэропорту и вот здесь в центре прям здесь обменники на каждом шагу мы проходили уже обменника я не знаю сколько 56 штук было везде курс приблизительно одинаковый 100 долларов в аэропорту за 100 долларов нам дали 200 260 260 лари приехали по яндексу мы кстати сразу вызвали яндекс такси я привязал зарубежную карту карту казахского банка все у меня сработало сразу же в приложении показалось списание яндекс такси использовал яндекс гоу как стояла ничего и не перепривязывал никаких не телефонов ничего сюда мы доехали 27 26 26 лари то есть на рубли получилось около восьми восьмисот рублей и хидистов шелкарата бироба обратите внимание на грузинскую письменность в меню в отеле надписи на зданиях да все вокруг грузинская письменность одна из самых древних и уникальных письменных систем в мире в отличие от других письменностей которые часто заимствуют элементы из соседних культур грузинская азбука была создана как оригинальная система письма и существует в неизменном виде уже более полутора тысяч лет грузинская письменность состоит из трех различных алфавитов а сам таврули но с хури им хидрули все они используются для одного и того же языка но для разных целей а сам таврули самый древний алфавит использовался в основном для церковных и официальных текстов но с хури появился позже был преимущественно церковным шрифтом отличался от а сам таврули меньшей декоративностью и удобством написания хидрули современный алфавит который используется с 11 века и до сих пор он стал наиболее популярным из-за своей простоты и удобства настоящее время но с хури и а сам таврули используется вместе в церковных текстах где но с хури применяется для основного текста а сам таврули для заголовков и выделений это одна из немногих традиций когда в одном и том же документе используются два разных алфавита в хидрули буквы пишутся без заглавных и строчных форм все символы равны по размеру и форме это уникальная графическая система не имеет аналогов в мире современном грузинском алфавите 33 буквы каждая из которых соответствует одному звуку грузинского языка грузинская письменность одна из немногих в мире которая была создана для одного конкретного языка и не имеет заимствование из других систем письма легенда гласит что азбуку изобрел царь фарна вас 1 в 3 веке до нашей эры но наука считает что письменность появилась значительно позже точное происхождение грузинской письменности не установлено но было выявлено структурное соотношение с греческим алфавитом при этом подобно римским цифрам в древней грузии каждая буква алфавита а сам таврули имела свое числовое значение в 2016 году грузинский алфавит был включен в список нематериального культурного наследия юнеско мне вот страдалец сидит сразу страдалец объет сначала покусали комары какие-то дикие на завтра мы уже не можем найти потому что у нас каблуки вот мероприятие с каблуками потом сейчас и жарко слишком кстати по температуре я вам сейчас скажу здесь три маршрута на даблдекере три маршрута красный синий и зеленый красный это двухэтажный автобус другие одноэтажные мы взяли на один на сутки 24 часа можно кататься ходят они с 10 до 10 эти автобусы мы взяли на 180 лари в рублях это две с половиной тысячи на человек детский я честно говоря не знаю вот если берешь там на 48 то скидки на 48 часов я еще вам покажу ресторан где мы сидели как раз почему я рассказывал ресторан где мы кушали где можно фаэлью покушать грузинскую какую-то кухню покушать значит ресторану плюс где купить вино и плюс где обменники вот вот это это ресторан где мы сидели сверху у вас получается испанский ресторан а ниже сразу первый этаж это вот как раз таки но вайн бар здесь вот это вот все раз два три это все хинкальки грузинская кухня кстати очень нормальные цены и посмотрите на эту архитектуру вот эти здания конечно очень очень такой колоритный город очень колоритный центр мне прям очень нравится здрасте это ваша ну куда ж мы без легенд самое известное о появлении тбилиси изначально это была территория полностью покрытая лесами позже я покажу вам ботанический сад тбилиси который может перенести вас в то время вот именно здесь охотился вахтанг горгасале царь иберий он подстрелил фазана тут упал в источник и буквально сварился там такая трагичная история для птиц обернулась основанием города в котором и по сей день функционирует бани в самом центре как раз где мы и остаемся номер 5 баня номер 5 серная баня тик 1925 26 это исторический район называется он абонату бани бани здесь серные не пугайтесь они уже много веков помогают путникам и туристам расслабиться не говоря уже бесчисленных преимуществах для здоровья некоторым из вас может быть знакомо название иберия по испании там есть еще и одноименная авиакомпания так вот и испанская иберия и грузинская это древние наименование этих стран но тут есть некоторая историческая путаница иберия в западной европе традиционно ассоциируется с иберийским полуостровом на котором находятся современной испании португалия иберия на кавказе древняя иберия она же карт ли было грузинским царством существовавшим в восточной части современной грузии это царство играла важную роль в истории кавказа и часто упоминалось в греческих и римских источниках название иберия для этой области скорее всего было заимствовано греками которые дали одинаковое название двум разным регионам находящимся на периферии их мира такая улочка с барами пабами рестиками вот папчики кстати только что прошел узенькая улочка как раз начинается оттуда где где я кушал мороженку и где мы садились на автобус на даблдекер вот смотрите здесь такой паренек с видео видеокамера и фотоаппаратом короче все есть вот замочки а вот один тут прыгает в воду не знаю прыгали ли с этого моста но могу предположить что до высота относительно небольшая ну и как бы там а естественно дама бежит к парню этот прыгает она ну куда же ты ну зачем а он как бы но тот фотографирует короче вот такая инсталляция то в моей интерпретации когда гуляешь по тбилиси невозможно не заметить обилие балконов балконы это визитная карточка города преимущественно их начали строить с конца 19 века но зачем грузинам так много балконов есть куда выйти подышать ты как бы и на улице и как бы дома а еще это своеобразный кондиционер надстраиваемые балконы отгораживали жилые помещения от солнца в тбилиси летом достаточно жарко ну и к тому же балконы это увеличение площади дом твой как бы и не увеличился но как бы и увеличился балконов каких здесь только нет с огромным количеством архитектурных элементов стилей узоров персидские турецкие татарские западноевропейские в общем если у вас есть балкон и вы что-то хотите в нем поменять приезжайте в грузию здесь вы найдете для себя балконное вдохновение или вдохновение на балконе очень прикольные балкончики такие балкончики чё это как чаша вина да наверно а внизу вот смотри да по-моему внизу это такие кувшины или что это а а а Исторически многие города формировались на каких-то торговых путях. Добились и не исключения. Он занимал уникальное место в истории Шелкового пути. Связывал Восток и Запад. Находился на стратегическом перекрестке, что сделало его естественным торговым узлом, через который проходили караваны с товарами из Китая, Персии, Индии в сторону Римской империи и обратно. В период расцвета Римской империи у Грузии, как я уже сказал, известной тогда как Иберия, были торговые и дипломатические связи с Римом. Римляне проявляли интерес к товарам с Востока, шелку, специям, драгоценностям. А они, в свою очередь, доставлялись через Кавказ. Тбилиси, будучи крупным торговым центром на этом пути, получал выгоду от торговли. Потому что в нем тогда останавливались караваны, и это способствовало экономическому росту. Конечно, в Тбилиси были и рынки. Шелк и фарфор из Китая. Специи из Индии, драгоценные камни и парфюмерию из Персии, изделия из стекла и металла. Это уже из провинции Римской империи привозилось сюда. Главный шоппинг-молл, галерея. Наверное, самый большой здесь шоппинг-молл, который есть. Ну, это, по крайней мере, то, что мне сказали. Тут же магазины типа Zara, Nike, Adidas, Puma, Lacoste. Ну, короче, основные такие, H&M. Ну, весь такой масс-маркет, все это здесь. Есть что-то и по брендам, Burberry, вот, допустим, там я видел, вот, в эту сторону. Outlet тоже есть, вот, прям рядом начинается. Ну, то есть, вы не пропустите. Mariot, вот у вас, пожалуйста, отель. И по шоппингу. Шоппинг, честно говоря, такой себе, слабенький. Я зашел в спортивные магазины, я бегаю. Вот у меня New Balance. New Balance я здесь не нашел. И по Nike, по Adidas выбор тоже достаточно слабенький. И представлены вот коллекции по спортивным магазинам. Очень ограничены небольшие магазины. То есть, не там, не как Nike Town в Лондоне, или как там Nike магазины в том же Dubai. Sorry, что я сравниваю с Dubai, ребята. Adidas тоже ни одних кроссовок с карбоновыми вставками не были представлены. И карбоновые вставки, да, сейчас, наверное, это вписывается. Это фраза вообще в сегодняшний выпуск, да. Вот. Ну, как бы просто вам к слову, чтобы вы имели в виду, если вдруг собираетесь здесь потратить миллионы денег. Да, то есть, конечно, можно купить все, что угодно, если желание есть. Вот. Но выбор ограничен. Zara тоже самое, тоже очень небольшая. Очень небольшая. Нельзя сравнивать там с европейскими Zara, Zara в Мадриде. Ну, короче, вы поняли. Вот. Забыл показать вам деньги грузинские. Полтинничек выглядит у нас вот так. Дальше. Двадцатка. Вот такая двадцатка. Пятерочка. Вот она, пятерочка. Вот такая пятерочка. Какие еще пути были важными для становления города? Для этого давайте посмотрим на город сверху. Конечно же, водные. В Тбилиси протекает река Кура. Одна из самых значимых рек Кавказского региона. Крупнейшая река Закавказья. Ее длина составляет около полутора тысяч километров. На грузинском река называется Мтквари, что значит хорошая вода. На латыни и в древнегреческих источниках река известна как Кирос в честь древнего персидского царя Кира Великого. Это название сохранилось в исторических документах и карте Птоломея. Река протекает через три государства – Турцию, Грузию, Азербайджан. В своей верхней части, до города Тбилиси, Кура течет в основном среди котловин и ущелий. Самая известная из которых – Боржомская. Да, именно тут находится город Боржоми, который каждый из вас знает благодаря знаменитой одноименной минералке. Это вода номер один по экспорту в стране. А вообще, дорогие бизнесмены, коммерческое производство воды Боржоми началось аж в конце 19 века. Водичка производится уже 134 года. Интересно, что контрольный пакет акций Боржоми принадлежал альфа-групп Фридмана. Но потом из-за санкций часть акций была продана правительству Грузии. Но это уже другая история. Здесь, посмотрите, скала и прямо на скале. Дома прямо вот на обрыве построены. Не знаю, было бы вам страшно вот так вот жить. Живете вы, вышли на балкон, а у вас прямо ниже обрыв вот такой. Да, это, конечно, надо с мельчаком быть вот так строить. И вот это вот, весь вот этот скалистый берег, все вот так застроено вот этими домами. Видите, река изгибается и все-все-все, дома. Но они, наверное, знают, что делают. В саду здесь гранаты висят. Видите, на этом дереве, гранатовое дерево. Вот, пожалуйста. Вот они. Вот, видите, маленький гранатик такой. Вот, видите, маленький гранатик такой. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это будет лучшим комплиментом для канала. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что большая часть зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. А с подпиской вы первыми будете узнавать о выходе моих новых видеороликов. У меня также есть и второй канал. Канал называется Smaps Education и он про зарубежное образование. Если вам интересна учеба за границей, выбрать детский лагерь, школу, колледж, университет за границей, обязательно подписывайтесь на канал. И напоминаю, что на нашем сайте 3wsmaps.ru вы можете подобрать для себя любое учебное заведение за рубежом и получить бесплатную консультацию в онлайне от нашего специалиста. Ну и по традиции все полезные ссылочки будут в описании к данному ролику.